Расследование с целью импичмента. Вот почему Украина нуждается в военной помощи американцев. Франкфуртер Алгемии Низей Тунг, Германия. Герхард Гнаук. Франкфуртер Алгемии Низей Тунг, Германия. 24 ноября 2019 года. Военная помощь Украине со стороны США является ключевым элементом дела об импичменте президента Дональда Трампа. Демократы обвиняют президента в том, что поставил оказание помощи Украине в зависимости от начала расследования деятельности возможного кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена, Ебидин, и его сына Хантера, Унтербидин, в этой стране. Это обвинение подтвердил бывший посол США при ЕС Гордон Сандланд. Гордон Сандланд, вступая в среду в Конгрессе. По его словам, Трамп предлагал украинцам услугу за услугу. При этом вопрос о военной помощи вообще-то был давно уже решен. Еще весной тогдашний президент Украины Петр Порошенко во всеуслышание поблагодарил американцев за их пакет помощи. Когда Трамп в июле в последний момент отказался дать добро на соответствующий перевод, это стало неожиданностью для обеих сторон. В сентябре, однако, он уже одобрил платеж. Но временная приостановка помощи со стороны Трампа стала тяжелым ударом для Украины, которая стала жертвой военной мощи России в Крыму и Донбассе. Согласно докладу Ченгрессионал Ресерч Сервичи, Америка с 2014 года по июне этого года оказала Киеву помощь в размере 1,5 миллиарда долларов. В данном случае речь идет о новом пакете помощи почти на 400 миллионов долларов. Кроме того, предполагается продажа Украине очередной партии противотанковых ракет Явелин. Однако эта сделка, по утверждению американского сайта из цичуриты.рк, собирающего все документы, связанные с украинской аферой Трампа, не является частью самого пакета. С октября на сайте американского ведомства по сотрудничеству в сфере безопасности можно прочитать, что государственный департамент дал согласие на возможную продажу 150 ракет Явелин с соответствующим оборудованием максимум за 39,2 миллиона долларов. Продажа этой партии станет вкладом во внешнюю политику и в укрепление национальной безопасности Соединенных Штатов и улучшит ситуацию с безопасностью Украины. Говорится далее. Впрочем, это сообщение не значит, что продажа уже состоялась. Самая первая партия из 210 противотанковых ракет Явелин, единственного крупнокалиберного оружия, которое Америка, и Запад в целом, поставила Киеву, поступила на Украину в 2018 году. Кроме того, вероятно, предполагалось, что эти ракеты не должны были быть размещены на демаркационной линии на востоке стран. Чтобы не провоцировать Россию и не заставлять ее перебрасывать туда еще больше собственного оружия. Как сказал в интервью этой газете Виктор Муженко, занимавший пост главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2014-2019 годах, это оружие должно было оставаться в резерве на случай мощной танковой атаки. Впрочем, до сих пор ни одна из этих ракет не была выпущена. Похоже, «Джавели» на свою задачу по сдерживанию России выполнили, вопреки утверждению главы российского МИД Сергея Лаврова, предупреждавшего, что поставка этих ракет приведет лишь к новому кровопролитию. Благодаря американской военной помощи Украине удалось, в частности, с 2014 года существенно усилить свою армию, пребывавшую до того в плачевном состоянии. Сейчас ее вооруженные силы насчитывают около 200 тысяч солдат и 850 танков. Пять лет назад, когда военные без опознавательных знаков, говорившие по-русски, позднее получившие ироничное прозвище «зеленые человечки», в марте 2014 года оккупировали Крым. Западные партнеры дали Киеву понять, что никто не поддержит его непосредственно военными силами, и посоветовали воздержаться от военного ответа. Но до начала боевых действий в Донбассе летом 2014 года армия смогла худо-бедно реорганизоваться, получив к тому же поддержку со стороны добровольческих батальонов. Кроме того, избранное тогда новое руководство страны во главе с президентом Петром Порошенко вновь увело отмененную незадолго до этого военную службу по призыву. Осенью 2014 года, когда бои в Донбассе достигли своего апогея, Порошенко выступил в Конгрессе США и напомнил, что США и Россия в 1994 году обязались защищать суверенитет Украины в соответствии с так называемым Будапештским меморандумом. При этом Порошенко настоятельно призвал Америку предоставить его стране статус стратегического партнера, не входящего в НАТО, и начать поставки оружия. По его словам, получая лишь приборы ночного видения и одеяла, невозможно ни победить в войне, ни сохранить мир. Порошенко, осмелившемуся бросить вызов Путину, стоя аплодировали и республиканцы, и демократы. Учения, радары и снайперские винтовки. Кроме того, по словам Муженко, США помогли Киеву в создании оперативного командного центра, строительство которого обошлось в 25 миллионов долларов. С этой целью американцы предоставили в распоряжение Украины не менее 30 артиллерийских радаров, сотни радиостанций для коммуникации между отдельными войсковыми подразделениями, десятки разведывательных дронов, в 2015 и 2016 годах. Когда у нас еще не было собственных дронов, а также около трех сатармейских внедорожников ЕП. Еще Киев получил от США и Канады несколько десятков снайперских винтовок, а также две американские радарные установки для борьбы с вражескими снайперами, на 200 тысяч долларов. На полигоне в Еврове, Львовской области, инструкторы из стран НАТО руководят тренировками украинских солдат. Это обучение уже прошли десятки тысяч наших солдат, утверждал Муженко. Одни лишь британцы подготовили около 15 тысяч наших военных. Кстати, Лондон недавно объявил, что будет участвовать в подготовке украинской армии до 2023 года. Доля же США в общем объеме помощи в виде техники и обучения, согласно разным источникам, составляет от 70 до 90%. По словам Муженко, наиболее важным элементом этой помощи оказались артиллерийские и радарные системы. Опираясь на собственный опыт на линии фронта в 2014 году, он сказал, «Эти системы уберегли многих наших солдат от обстрелов, буквально в последний момент спасая им жизнь». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...